поздороваться да с людьми а тим слышно да короче всем привет всем привет а че все остальные не буду здорово всем привет да 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 короче это покатушки наверное пятничная московская пятничная да на самом деле мы сегодня не будем всю ночь тусить или там что-то каждый разбредется потом по своим делам пусть у нас появился свободный час вот мы решили чем там умного рассказать вот мы как всегда не готовились не не как всегда на самом деле надо найти шоколадницу и сожрать там какао да какой-нибудь очень такое чем это чем нам поделиться то мы сегодня не давай расскажем что мы сегодня как продуктивно провели тебя мы сегодня круто провели день юры скажи вот посетили сегодня я хотел сказать что ребята которые хотят вот но развиваться в теме пикапа то есть вернуться к тому что не надо забывать о том что развиваться нужно еще в других областях то есть мы сегодня посетили финансовый тренинг конечно нормально чего три потапенко очень крутой мужа очень крутой мужик кому интересно забивайте в причем я думал нифига не бедная пришел по хвостичной одежде какой-то там веру беды пола от этого какого лакоса бля доводит и воротник какая дашь кому-то буховый такой расчет там брюх короче он не заморачивая заморачиваться да то есть он ему нравится потому что как бы но он там за них тем чем он занимается то есть и внешний вид его давно не парит он любит свою работу там любит поднимать на бизнес и разные там вот и разговоры о том что там тоже присутствовали молодые ребята начинающие бизнесмены там люди там в основном мы были молодые ребята то есть и немного тёлок штук 4 на это действительно как бы люди но не только замешаны на сексе и знакомствах то есть все таки как бы ну хотят развиваться и зарабатывать деньги и для этого там тоже посещать это еще раз возвращаясь к вопросу да что типа многие думают что мы сейчас приедем на пикап тренинг хотя по идее еще с обесцениваю пикап и нет и типа мы на самом деле лузеры да у нас там не знаю ничего нет мы ничего не умеем ничего не хотим но сейчас нам тут дадут волшебную таблетку мы сожрем и все телки будут у нас отсасывать хер вам ребят они реально я еще раз повторюсь да для тех кто может быть этого не слышал то есть у меня достаточно опыта чтобы научить любого из вас соблазнять девок но вопрос в том что уровень девок у всех у вас будет разный и соответственно даже по той причине что многие из вас просто физически не смогут побывать в тех местах где собираются самые крутые тёлки там каких-нибудь типа там вот этого там не знаю монона там кролика блять да я не знаю что там ресторан пушкин там что там еще этот дюран бар там сухо да то есть прикол в том что многих просто нет там финансовых какой-то возможности туда сходить и как бы мы любого чувака научим вопрос в чем что мы вас научим но вы рано или поздно причем скорее все рано поймете что девки которые вам доступны они вам будут доступны они вас не устраивают вам хочется лучших самых красивых там ухоженных там и так далее и тут то начнется самое интересное либо бы залезть обратно в жопу да либо начать что-то делать вот мне кажется суть в том что и даже если ты станешь хорошим пикапером то есть ты там сможешь залезть на девку там раз-два то есть но она все равно тебя потом выкупит что ты кроме того как трахать то в принципе больше ничего не умеешь делать ну да нас ты живешь не интересной жизнью я потом ну ты там два раза вы там куда-то сходили то есть ну а потом может быть куда-то захочется где-то там на теплоходе на круг то есть что там дальше то делать с тобой то есть внутри потрахался как бы но и на нормально а девки-то любят мужиков которые нужны все-таки да то есть которые богат и вот с богатым внутренним миром то есть я тут на днях познакомился с девушкой на пока ехал домой в пробке она ехала на тачке я что-то блин был загруженный и думаю да я чуть ей скажу она так охотно остановилась вышла поболтали на остановке еще стояли нам все эти автобусисты всегда ходить вот и соответственно прикол в чем ну-то посидели в тот же вечер немного посидели и потом договорились вот на то что там сегодня пойдем с ней куда-то и вот прикол в том что она то есть но у меня такое было очень давно последний раз она сразу начинает говорить куда такая девушка ухоженная там из высшего общества все такое у нее правда ребенок вот она сразу начинает говорить что только не приглашай меня вот в это кафе вот в это кафе я пойду только вот туда или туда короче начинаете называть там самые дорогие кабаки как бы вообще не проблема ну как бы а хер ли нет что идти на туда не только ради девки да еще ради себя то есть ты взял пошел дорогой нормальный ресторан там не знаю сиксти кролик там куда-то да то есть и но посидел отдохнул да с красивой девушкой но прикол в том что вот это отношение потом она начала делать мне мозги что она на такси не поедет аж она боится таксистов на метро тоже чтобы я за ней заехал и короче вот вообще не должно вас радовать да не напрягать а тут получать за полчаса вот нашего там диалога куда мы пойдем и так далее я еще должен был звонить там бронировать места какие-то мне больше делать нехер потому что обычно я встречаюсь как с девками я говорю давай встретимся встречаемся я куда-то подъезжаю в центр и мы уже на месте решаем куда а здесь началась вот эта хрень и в общем я искал что ну как все что они думаю я бы сказал что мне нужна девушка которая которая будет приходить ко мне да не в какое-то место то есть самый главный с кем они куда до видишь что было какое-то определенное количество девок потому что у меня в свое время то есть был такой же геморрой это была одна девка в неделю то есть я не короче трясся да и боролся то есть я пойду на ее условия парни там не напрягайтесь то есть а у чуваков может быть как бы вот одна девочка то есть но опять же это горит тому что делайте больше подходов чтобы у вас было вас должен быть запас да да иначе как бы вам вот сложно поверить сейчас я к чему это говорю я но я ей отказал не потому что я не могу там сводить его в какое-то там дорогое место или что-то еще давай мужик езжай а просто да я последнее время ну я понимаю что как бы потрахаться я могу и в другом месте то есть и таких вот телок там в любом дорогом кабаке просто пруд пруде была замена у тебя в смысле альтернативы плюс они сами эти девки короче просто в этих дорогих кабаках садятся к тебе за стол то есть ну вот то что они видишь ты пришел там сидишь за столиком просто прикол в том что да почему я должен вот то есть надо наслаждаться общением а тут она меня уже просто напрягла каким-то я должен искать какие-то кафешки рестораны плюс она говорит я туда не пойду я сюда не пойду а зачем вот новый потенциально я допустим хотел бы жениться да сейчас секунду я как телочка стал в последнее время я в каждой девке ищу возможную жену то есть не мы женщина обычно в каждом мужчине они бессознательно ищут себе будущего мужа то есть выбирать по такому принципу подойдет ли он в мужья а я как тёлка стал я теперь каждой девушке выбираю себя про потенциальную жену и нахера мне жена которая сразу ставит мне вот такие условия то есть иначе я никуда не пойду там и так далее а если завтра у меня там кризис какой-то не знаю там ногу не дай бог сломаешь еще что то здесь что ли родной куда туда вот и как бы еще тогда что она это тёлка свалит в этот же вечер что ли то нахер она такая нужна поэтому я считаю что я осадил прямо на конечно не ожидал такого же причем наклевала мозги сначала тебе на этапе выбора места то есть как бы блять вы там решали вопрос только вы его прорешали то есть у него началось что она опять прицепилась за следующие короче на такси там не может ехать она на следующем этапе снова началась да 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 дальше потом будет такое что я там вот это не хочу я то хочу ну нахер она нужна причем она сама же говорила там некоторое время назад что у нее там год не было секса да вот на когда мы с ней только познакомились что там у нее такая проблема с мужиками на как она будет не проблема то есть если ты реально не скрываешь потребительского отношения к мужикам как бы нахуй ты кому такая нужна и они к тебе будут соответственно относиться также тоже все как бы возвращается вот действительно надо общение должно быть в кайф блять вот ты сегодня с ней общался короче потом началось все это накипало накипало ну да и что-то реально тем более как бы второй момент что девушка как бы с которой я ну то есть тут чем прикол у меня был выбор даже в моменте то есть я с одной девушкой из которой еще ничего не было мы только в киношку ходили я с ней договорился блять где налево то есть здесь налево или вот здесь налево это разные вещи кстати я с ней договорился с этой девушкой как бы что она приедет ко мне домой пить вино то есть которые вот сейчас вот я за ней поеду это не это не вот это гламурная да то есть и получается был выбор я просто не знал кто из них как то что они в принципе чем-то прикольный у этой лета у этой то но вот вот это отношение потребительской и она в конце концов чё-то я даже монетку бросал и главное что сейчас там ну как бы ну там не перепутали дальше там ребята примеру там до этого ты рассказывал что как бы есть какие-то женские проверки то есть и вот главное чтобы это вот не было похоже что ну как сказать наши и женские проверки когда девка проверяет и сам учишь да там допустим от того что как она как проверять не было отличать по отличать проверку да от какого-то циничного вульгаризма что блять я поеду туда или я пойду сюда там ты меня там куда там поведешь крошку картошку блять или там не знаю в ресторан пушкина что потом не сказали что шамшуринга преодолевайте препятствия а тут говорит да ребят как бы я сам начал анализировать ну как бы кого из этих девушек вот я бы сегодня выбрал то есть второй вариант он легкий она уже приезжает ко мне домой какой вот этот типа потяжелее подду как потяжелее чем просто тем что на телку придется потратить бабки там не знаю 10 15 20 тысяч то есть и они как бы есть да но не проблема если действительно вот мне туда если действительно девушка классная там и так далее если она была так не навязывалась и я прям сам начал себя спрашивать да юрий мозг вынес блять там может там я ищу легкого пути или что-то еще да нифига то есть смотрите какое отношение к вам не позволяйте девкам вам потребительски относиться пресекать это сразу же то есть разграничивайте давайте понять что вот вот есть мужики какие там с тобой общаются присмыкаются перед тобой с ними общайся как хочешь ты со мной ты будешь общаться на моих условиях либо мы не будем общаться никак и даже если вы сейчас посретесь да да ну и фиг с ним ну и фиг с ним она охренеет от этого и когда вы там через месяц случайно увидите супермаркете возможно даже она уже сама вас откроет там и что-то в этом дуй тут суть в том что ну как бы не нужно забывать и о чувств root собственно достоинство как мне кажется ли ты себя тут уже надо любить и уважать блин потому что то есть блять даже сходит могуском 9 готов не могу ту�� и сейчас да и сами несчастливы и как бы мужи как до обед а там еще она и сама хотела поехать блять но создавая проблемы за проблемой в итоге блять ну и Antony короче бы никуда не поехал а вот короче пар Earl Earl sang хотел сказать про то что вообще как бы надо себя еще чувствовать востребованным то есть чувствовать себя лучшим мужчиной во вселенной неважно независимо от каких-то там внешних обстоятельств ну вот саша который мебельщик который только не ну не говорим там подробности который вот был на шестидневки да и короче ну ты поедешь нет и короче такой прикол в общем мы потом уже разговорились там не про девок он говорит то есть он занимается там каким-то ремонтами например да есть такой человек зовем назовем его саша да возможно там его как-то по-другому залучилась мне у него все хорошо вот и мы просто разговаривали уже не о тёлках он говорит что должен ли вот там пикап вот этот навык помочь в том смысле что он говорит я часто общаюсь с клиентами которые там живут где-то на рублевке там еще где-то там там то есть они они говорят здороваться за руку с министрами кто-то не хуже там сам министр и так далее вот и он говорит у меня был такой палев всегда я когда приходил к ним домой там допустим какие-то заказы получать что-то еще он как я всегда тряса и чувствовал прям волнение меня потели руки и так далее что вот так а прямо куда родной на мост да вот что типа там какие-то супер мега люди да я вот такой-то хотя чувак сам всего добился да сам открыл этот бизнес сам все умеет делать своими руками то есть как бы хороший бизнесмен тот который может весь процесс сделать сам да то есть весь процесс он прошел его уже никто не наебет там и еще в этом плане потому что и когда ему рабочие говорят что вот это там я не смогу сделать или это стоит столько как чувак я сейчас сам это сделаю да он бросает и все делается вот и просто мы начали с ним разговаривать и как бы были такие мысли что вот возможно те чуваки которые там министр или какие-то олигархи они этого не сами как бы добились добывать же там дети золотых родителей золотая молодежь я вот гор представь что он какой-нибудь там был мажор всю жизнь вот папенькин сынок и ум в жопу дули и папа дипломат и он естественно сынок стал тоже дипломатом все такое в общем то есть его статус это не показатель хотя это сложно на самом деле потому что есть какие-то внешние атрибуты статуса да и сложно как бы глядя на внешние атрибуты статуса да внушить себе что тот чувак там всего лишь обычный чувак то есть если сейчас всех раздеть и по отвезти в баню все будут одинаковые возможно у него еще и писька будет маленькая блять или там калачиком но не знаю не важно и к чему я что если вот как бы тёлки этого не понимают на самом деле хотя где-то на подсознательном уровне это они это чувствуют что если сейчас случится не дай бог какой-то конец света или глобальный коллапс и не нужны будут деньги не будет работать сотовой связи не будет бензина ничего не будет все будут просто ходить блять в шкурах не знаю в том что осталось после атомной войны какого-то атомного взрыва то есть вот эти чуваки которые там с этой рублевки эти вот его клиенты перед которыми он трясется они абсолютно бесполезны для девок потому что они нихуя не умеют делать потому что они с детства им в жопу дули папы с мамами потом устроили там в мгл потом где там ему еще куда-то они стали дипломатами они только бабло блять допустим проворачивать и все у них нет навыков вот этого мужика вот это мужской полярности желание а я саньку говорю санек ты же блять не знаю своими руками можешь дом по он еще там рассказывать какие штуки он умеет он там какой-то всесторонний развитый мужик да он умеет это он умеет он умеет все то есть у чувака есть навыки выживания плюс он еще сам с нуля поднялся и все это заработал это же вообще прикольно то есть и вот люди почему-то об этом забывают они смотрят на эти внешние атрибуты думают о вот это нихуя себе чувак на такой машине значит он клёвый у них свои проблемы у этих людей причем иногда гораздо больше даже чем у обычных поэтому ребята всегда помните о своей социальной значимости своей социальной выгоде когда вы общаетесь девками если она начинает вам ставить условия брейте ее ставьте на место но при этом здесь есть такой обратный момент что это социальная значимость она действительно должна быть то есть если ты просто какой-нибудь баклан который ничего жизни не умеет у тебя нет никаких навыков там ну то есть мужчина он должен прокачиваться всесторонне да он должен уметь поставить себя он должен коммуницировать он должен уметь зарабатывать бабки должен быть решать проблему он Он должен, не знаю, учить языки, что он еще должен быть. Он должен дохрена чего уметь. И чем мужчина больше всего умеет, да, или профессионал именно в своем деле, тем он более уверенный в себе. И надо об этом всегда помнить. А тут, получается, вы увидели телку, все, блядь, вы готовы там просто, не знаю, почку заложить, лишь бы только она раздвинула ноги. Ребят, ну это все неправильно. Это не те ценности, которые должны быть. Ну, как-то так. Я все ищу шоколадницу. Я думаю, что хуй. Там метро университет, если будем проезжать, там будет. А я записал же, не, я записал это метро Воробьевы горы. Вот до сих пор, сколько езжу в Москве уже, а до сих пор езжу по навигатору, потому что знаю только центр, ребят, каюсь. И восток. А, еще Ленинградку знаю. Потому что, ну, как бы, что, колхоз, да, как там пишут умные всякие парни, что колхоз. Нельзя выгнать из Шамшурина. Да, блядь. Прикол в том, что у меня еще есть мечта. Это для вас, любители, написать вот эту хуйню, что я, ну, я думаю, это будет скоро. Я куплю себе дом где-нибудь в деревне. Либо под Рязанью, либо под Самарой. Под Рязанью очень красиво. Может, под Москвой хватит денег, не знаю, но... Дом где будет там баня, бассейн, газончик, деревца будут собачки, кошечки всякие бегать. Да, я колхозник. Не могу без этого. А так парни с Рублевки тоже покупают себе эти, да, домики, блядь. Да, сейчас же это, всякие приколы есть. Есть просто там какой-то экотуризм, знаешь, когда люди просто приезжают, блядь, в колхоз погладить козу, потому что они ее в жизни никогда не видели, а тут они гладят ее, ааа, коза. Они еще за это бабки, блядь, приличные платят, прикинь, вот, ну, как бы, вот парни из деревни, блядь, такого не объясните, он скажет, блядь, ну, что, ребят, я им там бесплатно это все вижу. Ну, тут, кстати, была передача Орел и Решка там где-то, я не помню. А, как он сегодня про летучую сказал, извини, перебил. Подожди, ну, и что, про орла? Ну, суть в том, что там, я не знаю, то ли мастер, то ли что-то там еще, то есть там прямо приезжают, тебя на берегу высаживают какой-то речки, то есть там стоит какая-то юрта, то есть это все очень дорого стоит. Сожрем. Ну, ну, ну. И там, короче, ты живешь прямо с местными аборигенами, там, помогают, ну, они тебе, короче, готовят там свою баланду вот эту национальную, то есть там ты зубы чистишь там с утра на холодной реке, то есть тебя погружает в эту атмосферу, то есть как бы, ну, как там раньше люди жили, то есть ты за это еще платишь там немаленькие деньги. Блядь, короче, я извиняюсь, всех перебил. Просто, короче, прикол в том, что я думаю, тут магазин на заправке есть, хотел взять кофе или что-нибудь сожрать, а хер. Ну, ладно, да? Иззора, которая вот эта. Да, то есть она если у нас зашла какой-нибудь прокуратурская, я, говорит, за эту передачу, вы, говорит, просто заплатил, вы, говорит, очень большие деньги, чтобы просто на это посмотреть. Видели хоть раз, ребят? Да. Это когда телка вламывается в это, в какие-то кафе, говорит, у вас тут насрано, у вас тут пыль, там, вот, там, это не так. И, типа, ну, едет это кафе, короче, и там, ну, в общем, это, какие-то потом наклейки клеит, там ее выгоняет. А тут он, говорит, если вы представляете, если вы, там, в Госдуме, говорит, кафе, есть же, блин, столовая для Госдумы, внутри Госдумы, говорит, вот, ты представляешь, что она вот туда зашла и начала там мозги делать кому-то. Он, говорит, им сразу объяснили, кто она, что она вообще, зачем она, блин. Ну, он такой приколист. Кстати, метро прямо вот здесь, в мосту, ты знаешь, Мира. Нет, я не знаю еще. Мы едем по мосту, а метро вот здесь, то есть станция прямо посреди, над рекой, в мосту. А еще мы сейчас едем по выделенке для автобусов, но, мне кажется, уже можно или еще нельзя? Не, еще пятница. Мы саму с матравой, да? Ну, да, еще доедем там. Кстати, расскажи для меня, как... А ты же не был там еще, Юр, да? Нет, я вот поэтому, про выделенку для автобусов, то есть, что это такое? Не надо ездить в дорогу. То есть, в Москве нельзя ездить. А сколько штраф, Никит? Полторашка или 2500. Короче, по идее, здесь можно ездить только в выходные. То есть, если, как бы, в будние дни здесь полоса для автобусов и общественного транспорта. Дорого, быстро. Ну, и не везде же камеры есть, не знаю. С другой стороны, похер. Короче, я же говорил, что Стасик купил Ягуар себе. Ну, не будем говорить, какой, короче, брат, но брат Санька. Бля, прикинь, короче, прикинь, взял Ягуар, короче, XJ, блядь, это же пиздец. Ну, короче, сейчас фотки даже покажу. Просто прикинь пацанчику, сколько, 26 или 27 лет. Он обычный парень. Да не он обычный парень, блядь. Сейчас я даже покажу вам фоточки. Да, и причем он там, это, из Самары тоже небогатый и сам всего добился. А вы сейчас будете мне рассказывать, что, ну, вот у него это, у него топы, у него дохера чего топли, это. То есть, у него куча проблем по жизни, да, как бы, но чувак, просто чувак умный. Сейчас я вам покажу фотки, блядь. Смотри, ща. 2 590. Смотри, блядь. Да он вообще космический просто, смотри, что там. 2 590? Там сзади что, блядь, но он подержанный, чувак. Там сзади, как в самолете, можно, не знаю, жить, блядь. Смотри. Вообще, крутая баня, да? Короче, теперь мы на этой бане будем в клубы ездить. Иногда. Причем он будет за рулем, а вы бы бухаете, прикинь? Что, можно топли? Да, ну, можно. Что-то в этот раз она долго тянула, блядь. Да не. О, смотри, университет, чувак. Ты видел его сблизи хоть раз? Ну, это, к нему видел, блядь. Это, короче, выражение про бедных студентов. Как звали-то парни, который у нас групповой проходил? Такой высокий. Денис. Денчик, да, если... Ну, мало ли Дениса, блядь, в Москве, да? Денчик, тебе привет, блядь. То есть, это просто вот стиль выражения, что бедные студенты, оно как-то вообще не канает, мне кажется, в последнее время. Знаешь, те, кто учится в МГУ, на чем они сюда приезжают, это вообще ни разу не бедные студенты. Вот, я смотрю еще по поводу сегодняшнего тренинга с Потапенко. Зацепить тему, что человек зарабатывает колоссальные бабки, но суть в том, что как бы он там все равно делает своими руками, вообще может делать вообще абсолютно всю работу. Да, да, да. На кассу. Делать грязную работу, то есть, и периодически, причем это специально делает. Чувак просто на кассах в супермаркете садится вместо кассира и работает на кассе. Причем он поднимал такие, как там, как называется это, холдинг, как пятерочка, то есть, вот эти супермаркеты, он все это поднимал, то есть, всем сейчас этим там, не знаю, заведуют сейчас или нет, я не понял. Вот, ну, суть в том, что как будет. Кстати, пока не забыл, ребят, да, у нас, значит, объявление рекламного характера, можете вырубать там, кому не интересно, значит, 12 декабря у нас будет групповой тренинг в Москве, то есть, это будет масштабная группа, последний в этом году, потом я ухожу в отпуск, об этом тоже еще будут какие-то подробности, вот, и, соответственно, бля, вот здесь народу. 12 декабря у меня групповой тренинг в Москве, будет очень много народу, будет Макс Красочкин, который будет вживую вести блоки про страхи, да, он на живой тренинг придет, я вот с ним договорился уже. И поэтому, парни, соответственно... Ценники будут, наверное, больше. Нет, ценники будут такие же, на самом деле, то есть, так же будет стоить. Все подробности под этим видео, ссылка, которая под этим видео. Там заходите, смотрите, сколько дней осталось до тренинга, и, соответственно, приходите и получаете новую жизнь, как мне Юра недавно тут что-то сказал про то, что там за тридцатку, блядь. Я сначала не понял, о чем ты, блядь. Ну, ты говорил, что, типа, мы говорили про тренинг, я думал, ты про Потапенко, а ты сказал, что за тридцатку что-то купил там. Ты там что-то про счастье, да, спросил, то есть, когда я сказал, что я уже купил счастье, грубо говоря, за тридцатку, но потому что, когда я решил выложить 30 тысяч за групповой тренинг в августе месяце, то есть, от этого... 29, Юра! Правда, ты же еще ехал там из каких-то ебеней, из Кирова, простите. Да, из Вятских, да, да. Вятские парни, простите. Вот, и, по сути, я же думал, я приеду, получу там знания, короче, уеду и все, то есть, и буду дальше жить, как бы, в Кирове, все, работать, то есть, и... А сейчас я уже живу в Москве, уже снял квартиру, все уже почти москвич, настоящий. То есть, ну, суть в том, что, грубо говоря, 30 тысяч изменили жизнь. Ну, естественно, что это было, как бы, желание, ну, оно должно быть... Блядь, причем, самое интересное, что это настолько все относительно, да, то есть, для чувака, который живет в деревне в какой-нибудь час, он скажет, вы там зажрались в своей Москве. А, кстати, был прикол. Ну, короче, про тренинг, ребята, информация под видео, 12 декабря будет тренинг, записывайтесь заранее, кто собирается, потому что дальше уже будем смотреть, если будет большой поток народу, мы все равно работаем на качество, слишком много тоже брать не будем. Ну, будет человек 30, наверное. Вот, короче, недавно возле Атриума подходит чувак такой, ну, колхозный, обморок, стучится в этот, опуская окно, он говорит, там, чувак, а есть типа это? Бабки, говорит, на билет не хватает. Ну, прям вот не как вот попрошайки, а именно вот он прям в диалог вступил, он говорит, слушай, у меня вот там какая-то ситуация, говорит, на билет надо там докуда-то, еще 200, говорит, там, чем можешь помочь? Ну, я ему 200 рублей дал, говорю, кто-нибудь еще поможет. Вот, и что-то мы там, ну, так, пару слов перекинулись, говорит, вот, да, Москва, зажрались, короче. То есть это вот общепринятые понятия людей вообще с Россией, да. Мы же все колхозники, как бы, мы знаем, как в России живут, как в Москве живут. Ребят, есть такое выражение, кто-то сказал, что типа это не мы, москвичи, зажрались, это вы там не доедаете. В принципе, оно совершенно верное, потому что, ну, основная масса москвичей все равно ездит в метро под землей, да, там, зарабатки там 40-50 тысяч рублей в месяц, и по московским ценам это ни хера не большие деньги. Поэтому все настолько относительно, когда там 30-ка, не 30-ка, ребят, то есть, опять же, как говорит там вышеизвестный указанный Петя Осипов, да, я сейчас не говорю, что он хороший или плохой, просто говорю, что он говорит, что, ребят, это, говорит, это не Феррари, дорогая, это вы бедные. Можно я еще расскажу про то, что, ну, как бы, если вы хотите там добиваться какие-то цели, вообще преуспевать, то есть, опять же, сегодня, ну, хочу вернуться к Потапинку. Человек, который, ну, до хрена зарабатывает, он до хрена работает, то есть, вот он, он встает в 3 утра, чтобы, да, ночью, может, в 4 утра, в 4 утра, в 4 утра, да, то есть, он 2 часа, как бы, занимается документацией, то есть, как он сказал, то есть, да, там, что он работает, он встает ночью, работает, потом, ну, ложится там спать еще на час, чтобы там прийти в себя, то есть, и потом на целом, на рабочий день, короче, еще уходит, то есть, понимаете, как бы, человек, вот, ну, настолько ответственно ко всему подходит, что он из каких-то своих ночных часов, то есть когда все вроде как бы нормально спят, то есть он вот работает так, то есть я до этого смотрел, ну как бы бизнесмен думаю умный крутой, то есть он не просто умный, то есть он еще и трудоголик, то есть он, блядь, вот надо встать и в 3 утра себя разбудить, чтобы поработать, то есть вот насколько надо быть ответственным до своей работы, чтобы зарабатывать, вот большие деньги зарабатываются, ребята, вот и вот так в том числе. Да, а тут люди, блядь, не хотят жопу оторвать, там задание сделать, вот там некоторые чуваки такие отмазки придумывают, там просто с телками, ребят, это же намного проще, чем заработать денег, реально научиться соблазнять девок намного проще, чем заработать денег. Могу добавить? Конечно, тема. Смотри, если видео выйдет пораньше, то хотел, чтобы ты, люди многие пишут тут в форуме и в ВК, вопрос такой, как меня себя замотивирует? Сейчас, погоди, об этом, стой, значит, смотрите, пока не забыл, у нас следующий видос, мы завтра, наверное, будем снимать, Тим, то есть я одену бэджик-пикапер, может мы с Юрой оденем, там, не знаю, с Никитосом, с кем-нибудь оденем, короче, и будем подходить к телкам, и у нас будет бэджик-пикапер, просто решили так поприкалываться, посмотрим на реакцию девок просто, ну, как бы, как они будут реагировать, вот, и, ну, вот, то есть, как бы, просто сегодня мы не успели, сегодня по катушке, они, скорее всего, выйдут, там, допустим, завтра, вот этот видос выйдет, там, ну, на днях, про мотивацию, ребят, можно, да, вставлю 5 копеек, то есть, сейчас, я всех переведу, давайте выйдем, дойдем, возьмем кофе, пирожок, и будем просто идти, и, вон, пацанам покажем, как выглядит Москва, тем, кто не из Москвы, не, 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 прям в этом, мы продолжаем съемку, по поводу мотивации, есть, короче, такой чувак, его зовут, ими, лебедями, когда его спрашивают, да, что делать для мотивации, да, 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 ничего не делать, блядь, оставайтесь в жопе, блядь, так, только не вырубай, Тима, да, 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 так, стой, 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 да, 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 но это известное выражение, так, подожди, Никитов, а дай мне шарфик, пожалуйста, спасибо большое, так, а я, короче, ключ от тазика не взял, да, или взял, ты же не был здесь, Юра, да, блядь, здесь вообще прикольно, только тут надо летом с телочкой приезжать, Тима, там звук-то идет, нас слышно вообще, просто я сейчас сделаю, сделаю вот такое вот дюженье с оружием, короче, вот такое дюженье, идет съемка, да, смотри, короче, ладно, ну, вот так сделаешь, чтобы не было микрофон, давай ты будешь Артемий Лебедев, то есть, а я буду подписчик канала Шамшурина, ну, я просто хочу разыграть ситуацию, то есть, ну, короче, это крутой чувак, ну, погнали по-тихому, вот, ну, просто смотри, как бы, что мне делать, как себя замотивировать, оставайся в жопе, блядь, я думал, ты это скажешь как-то позлее, но, да оставайся в жопе, а, ну, че, давай, иди в жопу, давайте левее возьмем, возьмем, да, создаем движение, что мы еще хотели сказать сегодня, просто можешь кому-то, а я считаю, самое прикольное, это вот по катушке, потому что мне настоебало снимать эти подходы, блядь, все эти беготню к девкам, надо снять, проплачивать этих девок, да, проплачивать девок, сколько можно платить девкам, чтобы все верили, что это не подстава, блядь, ну, это же нереально, а еще, приходится ходить на бизнес-тренинге, короче, и это, ну, да, и думать, как еще бабла взгреть, вот, да, чтобы проплатить этим девкам, сними университет, я снял, снял, ну, не жарко, да, и, короче, что же я хотел сказать-то, конечно, прикольно свиданки, ребят, но, смотрите, свиданки технически сложно, да, то есть, 99% видео со свиданками, это подставы, все, что вы видите, я могу любому доказать, прямо, вот, взять видео, прямо, просто разложить по полочкам, то есть, что это подставы, не буду называть имена, потому что они и так, знаешь, они придурки, вот, и, соответственно, технически свиданку снимать сложно, потому что это же надо там замаскироваться, сесть там, и второй момент, все-таки, у меня есть какая-то личная жизнь, и у девушки тоже, да, и я, как бы, вот, не хотел бы это светить, то есть, и тем более, есть же какие-то вещи, на которых я зарабатываю деньги, то, что я даю только на тренингах, и, соответственно, ну, хуй вам, ребят, вы что хотите, я все бесплатно выложил, что ли, или что, ну, как бы, если я выложил, я и так, вот, только не надо, да, вот, стопудово вы с этим согласитесь, что нет ни одного канала по такой тематике, где столько бесплатной обучающей информации, столько контента обучающего. Лично я согласен. Потому что показывают какие-то подходы, еще что-то, и что, какие-то общие фразы, блядь, нужно быть, нужно быть дерзким, или что, бляд, бред от собачьего, я вообще за кофе пришел. Сегодня опять много мата. Че, моя сша? Шарф здесь как-то стоит. Ну, я, шарф микрофон, у него эрекция, короче, у шарфа. Шарф микрофон не... Вообще, надо, конечно, потом пожрать, но я уже тогда, это, поеду за девкой с ней поем. Надо что-то перекусить. Офигеть, чувак, да ладно. Да? А нас там не выгонят с камерой? Да, я не буду. А ты никому не показывай. Ты вот так держи просто. Здравствуйте. Грай. Че, чувак, ну ты, короче, их не снимай, я снимаю. Я только вниз. А можно... Ролстонсон. О, у вас музыка прикольная, кстати, здесь. А что есть? С тунцом. Чувак, я никак видео Сибицы не выложу, кстати. Да не говори, мужик. Там было вот у него это лавандбюрный вот этот трек. Ребят, скоро выйдет видос Сибицы, поэтому следите за каналом. Сейчас я вот к маме дня рождения слетаю, сяду там у нее днем. И, короче, нет, там много, там очень много видосов. Да, я вот так сделаю от души, пожалуйста. Да, там вообще очень много видосов тем. Я смотрел. Давай с вами. А можно кофе, или вам надо по очереди заказывать? У вас там какая-то зеленая татуировка. Это кто, ящерица у вас? Офигеть. Какая-то огромная ящерица. Это, наверное, самая главная ящерица. Ящерица Владимир Владимирович. Я себе приобрел сегодня абонемент. Кстати, можно еще рассказать про приложение. А, да, 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 да. Потом, когда мы ее сделаем, доделаем приложение. Тогда расскажем про него. А что, ну, кому надо, тот будет ждать. Различие события. Можете сматывать, конечно, ребят. Не, я считаю, что ничего убирать. Не, очень крутая штука, да. Мы уже тиндер отрекламировали так, что дальше некуда. А мне кофе какой-нибудь с молоком, капучино, например. Сироп в шоколад мед добавить? Не знаю, там что-нибудь слипнется. Давайте тогда добавим в сироп, но чтобы без сахара кофе. Поменьше сахара, но с сиропом. Какой вам сироп? Ну, а какой есть? Айриш, ваниль, вишни, зеленые бананы, имбирные пряники, рамиль. Карамельный. Давайте все. Орек, мята, миндаль. Короче, миндаль сегодня. Потому что я обычно карамельный беру. А мне есть что-нибудь съесть. А что есть съесть? Вон какой-то багет, что ли, или что? Это все, что свечи? Ну, давайте этот, который просто хлеб. Ну, что там, в нем что-то же, или что? Что? Он с какой-то помидоркой, что ли? Это тост с ветчиной. А? Это тост с ветчиной. Давайте его. Тип, ты будешь кофе? Кофе. Нет. Или у тебя руки за ним. Вы же чуть-чуть погреете, да? Кофе. Куда? Не могу с тебя. Можно сейчас говорить гадостью про Сим. Тима, Тима, мы говорим про тебя гадостью. Офигеть. А, мне надо записать, сколько я потратил. Ой, блядь. Так, короче, еда, да? Смаренький, то есть, берем вот так вот. Привет. Что? Вкусно, нет? Видно. Ну, нет. Нет, не вкусно? Ну, что-то черный хлеб, как-то, там, рыба и масляк черный. Юра, а как удалять символы вот эти? О, нет. Так, ну, короче, если что, просто неохота резать видос. Я не буду резать. Взять сразу, выложить, все. А, нет, там все равно надо будет написать про группу. Нет, вот этот кусочек можно отрезать за ним. Да? Зачем? Пусть слышит, как Юра чавкал. Юра упоминает функцион. Два куска хлеба. Два куска сорок года. Да, все нормально. Ты не останавливал? Не убежает. Гилло. Да, я подожду, что я первый людей, которые решили перебраться в Москву. Саш, кофе, кофе за садки? За садки, за садки. Биодоксида. Можете, если кровь, как ты думаешь? Не, ну что это, он просто пока не привык, чувак. 140 рублей. Нормальная цена, что-то. Какой-то здесь индюк, короче, прикинь. Зарабатывать 20 можно было так говорить, мужик. Это мое, да? А есть зубочистки? Нет. Спасибо. Спасибо, ладно. Всего доброго. Приятное все. Еще два куска хлеба. Погнали, людям покажем этот. Да, дойдет, дойдем. Москов-сити. Кстати, Никита на диете. Никита почти не ест. Все, кто говорил, что я... Да, Никита, смотрю, мы... Что я толстый. Будем вырабатывать твое... Клету, вы видите, более-менее нормальное туловище. Будем дразнить, Никита, толстый. Да не надо дразнить меня, я сегодня не хочу. Вырабатывать твое... Я только зайду ночью, короче, съем в час ночи что-нибудь такое. Торт. Как один чувак на саторе, блядь. Короче, пробрался ночью в это, ну, где эти, сами тренеры живут, да. И, говорит, на ощупь жрал халлу, короче. Нашел там, говорит, какую-то еду. На ощупь ее хуярил, говорит, у меня зубы прилипают к халве, к халла к зубам. Ну, он, говорит, так хотелось жрать. Там, говорит, а у нас в саторе были печеньки и ручная работа. Слышал? Да. Были печеньки и ручная работа, и чуваки не знали, что их нельзя есть. Они, короче, в холодильнике стояло там 6 пар печеньек, и каждого утра не хватало по одной печеньки каждый раз. А у нас административно приходит, Крашкина говорит, мол, слушайте, ваши ученики едят печеньки. Так много начинают раздавать люля всем. Кто ел печеньки? Никто не сказал. Признал, что там, чувак. А я думал, можно. Ну, они там лежат, ну, за 50 рублей, и все. Ты не замерз? А что на нас смотреть, как мы живем? Южи, скажи, что они темные. Просто по заказу как-то не прикольно, да, когда само рождается, а тут, блин, надо что-то говорить в камеру. Я вам, конечно, следующее скажу, ребят. Я вам даже это зачитаю. Нет, сначала покажу, потом скажу. Доживать хочу. У меня же Инстаграм теперь есть. Только им пользоваться не умеет, да? Нет, я все сам делаю. А, сам делаешь? Я все сам туда выкладываю. Так, Юра, гадь. Юра, как маленький прям, башня, вид. Нет, я бегу, потому что у меня одна футбол-хэм, блядь. Юра, я не знаю, как ты так отделся. Мы сейчас пойдем в таз, не переживай. Нет, просто... Прикольно же вид, да? Я не знаю, конечно, камера передает это или нет. Передает, передает. Отними так всю панораму. Москва, мать ее. Кормилицы. Кормилицы, блядь. Че ты, Юр, первый раз здесь? Ему не нравится холод. Не, я сейчас пока задумывался по поводу кормилицы. Пока только наоборот, да? Пока только сосали. Тоже приятно, соседжим. А потом уже получай дивиденду. Да. А, мне кажется, трамплин. Малергию, ресурсы, средства. Трамплин. Да, вот так на лыжах с него гонят. Номер один трамплин. Да можно и с этого? Нет. Убийца, мне кажется. Это прям такой специальный для этой херни. Ты что-то хотел сказать? Да я хотел сказать про инстаграм. Давай, встань. Я еще даже расскажу. Ща, ребят. А видно вообще, нет? Да. Все видно. Тут, короче, девушка прислала сиськи. Погоди пока, может, нельзя пока сиськи. Бля, там такие сиськи просто. Бля. Огромные, да? Сейчас. Значит, смотрите, парни. Давайте я зачитаю. Я сейчас что-то тут накидал. Короче, у меня появился официальный инстаграм. Я уж не знаю, все знают, что это такое или нет. Да, я вообще раньше думал, что это для телок. Но на самом деле тема прикольная, потому что там можно фотки всякие выкладывать. Значит, там будут появляться анонсы следующих видео, которые будут выходить вот-вот на днях. Там будет очень много фотографий из моей личной жизни. Какие-то девушки, возможно, какие-то мужчины, возможно, не совсем одетые девушки. Какие-то места, где мы бываем. Ну, то есть, какая-то моя личная жизнь, если это кому-то интересно. Там это все будет появляться, этого вы нигде не найдете, даже в ВКонтакте. Туда же можете скидывать результаты своих каких-то соблазнений, какие-то там, какие-то свои фотки с девчонками. Только лица закрывайте, либо там делайте так, чтобы не было видно, увеличивайте. С хэштегом, который называется «Соблазняй лучших». Будем смотреть, у кого какие результаты. Кому интересно, ребят, смотрите, значит, кому интересно, подписывайтесь. Инстаграм – это очень крутая штука. Чтобы подписаться на Инстаграм, также, помимо ссылки на тренинг, под этим видео есть… Ну, пойдем потихоньку, Юра уже охуевает. Не-не-не. Под этим видео есть ссылка на мой Инстаграм. Заходите, подписывайтесь, да, и смотрите наши фотки всей нашей команды. Это будет очень прикольно. Прикольные фотки. Он прямо с тазика продают кофе. Кофе с собой. Да, и кофе на коленке. Блин, слушай, я даже в пальто замерз. Я тоже. Какая-то хрень с погодой. Видимо, все, зима уже. Надо переобуваться, чуваки, да? Нет. У тебя зимняя-то есть резина? Я уже на зимний приехал. Да, конечно. А у вас там снег, что ли? Да? Не, а я на летний езжу что-то. Ну, правда, это... Чего я Володю боком буду давать? Да ладно, там уже полный привод, чувак. Ничего не будет. Но по-хорошему надо, конечно, переобуться. Вот. Че бы еще рассказать-то, Юр? Че-нибудь расскажи. Я под впечатлением сегодняшнего тренинга, поэтому я... Что-то все вот... Да, я начал просто обдумывать свои какие-то уже финансовые дела. То есть пообщался, посидел. Сегодня была такая синергия, короче, сидели все люди, там человек, наверное, 20-23, которые жаждали именно... То есть не просто научиться зарабатывать деньги, научиться зарабатывать большие деньги, то есть люди как бы с амбициями, причем это... Так амбиции, это же хорошо, да? Если они, конечно, это... Как сказать, адекватные какие-то. Просто жизнь, она быстро же на место ставит. То есть... Я тоже... Бежим, как бабушки, блин. С ялоками, да? Так, нам сюда, да? Нам нахал. Ну, то, что неплохо, что ребята как бы... Просто зарабатывать деньги, а то, что зарабатывать уже большие деньги, то есть они выбирают, находят там какие-то средства, чтобы оплатить в день тренинга, да? То есть я там весь день слушаю, записываю, сочаясь с умными. Да, кстати, тренинг был за бабки, ребят, вы как бы к тому, что мы тоже тратим деньги на то, чтобы пойти... Так, Тима, надо вас сейчас посадить. Блин, да. Короче, мы тоже тратим бабки на то, чтобы пойти на тренинги какие-то, чему-то научиться, да? Мы постоянно чему-то учимся. Я сам... Тим, залазь потихоньку. Я сам хожу на тренинги тоже. Потому что... Ну, вообще, там же была тема про высшее образование, да? В том числе, да. И что как бы там нужно, но не нужно. То есть вопрос в том, что наличие его или отсутствие это вообще не показатель. Залазь Никитос. Вот. Холодно. Бля. Брр. Вот и, короче, прикол. Тим, там звук-то есть, нет? Прикол в чем, что у тебя может быть два высших образования, но ты можешь быть просто там, не знаю, нищим мудаком. А почитайте биографии многих известных людей, да? У некоторых даже высшего образования нет. Я не буду вам рассказывать про свое образование, потому что у меня тоже есть некий секрет, который не все знают, да? Ну, у меня, допустим, отчислили четвертого курса. Хотя, не, ну, вообще-то, может, я его рассказывал, не рассказывал. Короче, ребята, у меня нет высшего образования. Я колхозник. То есть, у меня средне-специальное строительное образование. И еще есть одно незаконченное высшее. То есть, по факту, у меня только один диплом, и он синий. Лучше иметь красную рожу и синий диплом. В принципе, это как раз я наглядное подтверждение. Красная рожа и синего диплома. Вот. Вы что-то там говорили про амбиции. У меня был прикол, я ехал с чуваками в автобусе еще какое-то время назад. Просто еду, и два парня едут в автобусе. Так, жопу надо включить, да? Я, да. Сейчас мы нахерачим, короче, подожди. Сейчас все будет. Вот. И как бы прикол в чем, ребят? Что? Сейчас. Ну, я тогда расскажу про амбиции, что реально ребята, как бы, ну, молодые, выбирает сразу же. То есть, не просто там зарабатывать деньги, а прям едут с целью зарабатывать уже крупные деньги. То есть, они там задают какие-то вопросы. То есть, видно, что они там немножко там в чем-то разбираются. Уже шарят, да. Да, они читают литературу, то есть, да, как бы, чтобы задавать уже на основе этого там какие-то вопросы. То есть, ну, они там почитали, как работают предприятия, там, что там, и пробуют какие-то свои там первые бизнесы. То есть, они немножко разбираются. То есть, приезжают туда уже, ну, как бы. А я тебе про льготы хотел рассказать, когда чуваки, это, ехали в автобусе два молодых парня, да, и разговаривали про какие-то льготы. Понимаешь, у меня само слово льготы, оно... Ты говорил про это, я помню. Ну, оно какой-то бред вызывает в голове, да, или льготы, блядь, какие-то, да. А в автобусе ехали. Да, а тут чуваки и говорили, что... А ты как-то не ехал автобусе. Ну, это давно было, чувак. Я просто думал, что недавно с ним ехал. То есть, чуваки сидели, разговаривали про льготы, что там вот тут 500 рублей, там... То есть, это значит, есть люди, которые... Уже смирились. Ну, сейчас кто-то мне будет плеваться в лицо, да, говорит, что ты мудак. То есть, есть люди, которые... Вот, есть такая хрень, как инвалидность, да, там, причем ты, может быть, там почти здоров, да, ну, какую-нибудь операцию делали или что-то, типа считается инвалидность там какой-то степени. И люди ходят специально, там сидят в очередях, продляют ее, там, доказывают ее, что я, блядь, сука, больной. А тут, ну, не дай бог, да. Вот. И чтобы потом им за это платили лишние полторы тысячи рублей от государства. То есть, вот такой вот прикол, ребят. Ну, вот, спрашивается. Я таких людей вообще не понимаю. То есть, вместо того, чтобы подумать, как заработать бабки... Вот здесь, кстати, Давидыч, это с драйва все снимается. Это я хотел сказать. Да, смотрору. Да, нет никого из них. Вот, звук, или лимузин гламурный двухэтажный. У нас конкурс был в Пикапру. Мы на таком же ездили, только на одноэтажном. Короче... За Никитой прилетели. Судя по звуку, да. Никит, ты попал, короче. Скажи, чтобы нас не трогали хотя бы. Давай что-нибудь еще вспомним. Прикольная хули, раз мы катаемся. Это видео только для истинных ценителей моего канала, потому что это только самые стойкие, короче, рискнут, да, смотрите, вот до конца, блядь. Или когда люди вообще нехали делать. Ну, опять же, не хотелось бы... О, вот это ТАСС, смотри, блядь, пиздец, блядь. Он еще и работает. Он еще и работает. Тим, ты видишь, что ты хуйнил? Вот здесь давай я это, подвинь на меня. Он просто может стоит греться, блядь. Блядь, я пацки, короче. Давай мы сейчас это... Короче, я вообще никогда не понимал, вот когда вот так вот занижают машины, да, вот там что-то в них вкладывают. Видно, нет? Видно, видно, снял. Блядь, это пипец просто. Он вообще как едет-то в него, блядь, вот мы вчетвером сядем, он не поедет просто. Да, пневмоподвеска, чувак? Кстати, город Тольятти славится парнями, которые покупают себе всякие там Калина, Гранта там, и что там еще, Жигули. Вьё будет в них еще столько же денег, сколько они стоят. И в итоге это получается уже прилично, там, ну, по 600, по 700 тысяч, по 800. И ездят на них, короче, там у них они все какие-то обделанные, отделанные, затюненные, там, в общем, там очень много нюансов. Ну, каждый сходит сама по-своему. Не, я такое не понимаю, купить себе нормальную тачку, да, как бы. Хоть та, шесть, а ты, понимаешь? Возможно, да, как это кто-то сказал, у каждого придурка своей радости. Да. Вот. По поводу досуга, да, должен же быть какой-то досуг, по идее. Ну, чтобы ты от чего-то в жизни кайфовал, короче, потому что в основном люди живут работа, дома там, паянка, блядь. А у меня сейчас такая ситуация, что у меня... Кстати, мне кажется, много чуваков, то есть, ну, вот, кто, допустим, там смотрит канал, они молодые, то есть, как бы, я вот, допустим, молодости, блядь, я всю молодость свою, ну, пробухал, блядь. Реально пробухал, то есть, и где-то потом меня уже чухнуло, что тут, ну, вот. А ты же кодернулся тем, это самое, юн? Нет, я не кодировался. Нет? Нет, я просто, как бы, ну, у меня все настолько за это самое, короче. Кто-то мне рассказывал, что кто-то там кодировался. Ну, ладно, за... Слушай, нет, даже если... Если, как бы, ну, ты с помощью кодирования изменишь жизнь в лучшую сторону, блядь, кодируйся, то есть, ну, как бы, в этом ничего страшного. Сейчас просто среди чуваков, молодых, там много наркоманов, которые, вот, блядь, они, ну, они свой досуг, то есть, убивают. Да, 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 да. То есть, как бы, ну, и по сути... И ехер делать, вот они колются. Нет, прикол в чем, мы, когда я жил в деревне, вы не поверите, мы же варили манягу для тех, кто знает, да? Сейчас меня, надеюсь, никто не заберет за это видео. Ну, у каждого есть какой-то опыт, ребята, начнем с того, да? То есть, мы, когда жили в деревне в детстве, ну, там, как, лет по 16 было, у нас не было никакого досуга. И каждый день мы видели одни и те же рожи. Мы выходили в центр, там, на фонтан, говорили, здорово, чё, как дела? Да никак, блядь, потому что, что у тебя, что у того чувака сзади ничего не поменялось, потому что, ну, как бы, там, в принципе, в деревне ничего не меняется. И мы, короче, бухали, да, я помню, было время. Еще, я помню, было время, мы ходили там из конопли, которая росла. Делали какие-то там, не знаю, ну, в общем, неважно, сейчас не будем даваться подробностей, мне кажется, тема такая не совсем, как бы, адекватная. То есть, мы делали какие-то штуки, которые влияли как-то на наш мозг самостоятельно из того, что там росло вокруг. И, то есть, вот так мы проводили время, потому что надо было хоть как-то развлечься. Опять же, там были чуваки, которые понимали, что, ну, там, иногда можно это сделать, да, от тоски, ну, и стараться к этому крайне редко прибегать. А были чуваки, которые на это подсели, и у меня, в общем, было четыре друга, с которыми я общался тогда, это моя первая компания. Я, кстати, всем, кто приходит на тренинги, говорю, что, ребят, у вас после тренингов очень часто бывает такое, что, ну, как бы, ваши друзья сменятся, то есть, большинство ваших друзей отсеется, потому что, что, мы стоим опять что-то, нет? Что, опять стоим? Да нет, что-то я гоню вообще. Скажешь себя правил, не знаю. И у меня, как бы, несколько раз поменялись эти компании. То есть, у меня было вот четыре друга, из четырех друзей, один умер от передоза, и трое сидят. Вот такой прикол. Не, а там еще был пятый, типа, приятель, но он работает там в каком-то колхозе, агроном или что-то такое. Вот такой прикол. То есть, вот, как бы, блин, и когда люди приходят на тренинг, некоторые какие-то слабые, да, и начинают. А что-то, кстати, Диман не позвонил с этим, с учеником. Странно, да? Сколько времени тут уже прошло? Ну, мы сейчас его наберем. А может, я ему хотел задание дать домашнее, а Диман его допинул. То есть, когда приходят какие-то слабые парни, морально слабые, на тренинг, там, я боюсь подходить девушке. Ребят, это не самое страшное в жизни. Есть вещи куда страшнее. Да, там, какие-то болезни, бедность, нищета, безысходность, не знаю. Я знаю, что такое безысходность, ребят. То есть, чувство, которое я не рекомендовал бы не испытать никому. Это самое ужасное ощущение, которое вообще, ну, у меня в жизни было. Когда ты понимаешь, что... То есть, понимаете, как бы вера и надежда, да, она все равно дает какой-то вот, ну, что ли, вот... Не знаю, блядь, какой-то вот шанс жить дальше, да, что вот, блин, все равно там, и люди начинают цепляться и хвататься за каждую соломинку, за любую мелочь. Но бывает, что, знаешь, вроде бы надеяться не на что и верить не на что. И, как бы, такое ощущение, что, как бы, а на кой хер я проснулся, да, если... Ну, как бы, если смысла дальше жить нет. У меня были и такие времена, и поэтому... Как бы, каждый человек выбирает сам. У меня есть такой... Вот был-был такой друг, да, там, Саша. Не скажу фамилию. Он сейчас сидит, может быть, откинется через год, не знаю, если там, как бы, с ним ничего не случится. И когда мы все там, кто-то учился, кто-то, там, пытался бабки заработать, как попал, на стройке, там, мы просто ездили на велосипеде, блядь, по соседним колхозам, и спрашивали у мужиков, там, которые что-то строят, типа, ребят, у вас есть работа какая-то для нас? Вот. И, как бы, ну, все равно как-то крутились, да. А он в сознательном возрасте начал заниматься такой хуйней, что они, короче, с каким-то там нарками, обмороками, сидячими зонщиками, они собирали бабки и какие-то, нам, там, наркоту или выпивку и переправляли на зону каким-то, там, чувакам, которые там сидели. Как это называется-то, Юр? То есть, блядь, в теме, наверное. Я в теме, ты почему-то? Ну, ты там вскировал, блядь. В смысле, а... Ну, то есть, смотри, короче, сидят какие-то, блядь, зэки в тюрьме. Ну. Они, типа, там, старшие, старшаки, ебать, там, все такое, короче, за счетом. Вот. А этот чувак просто здесь на воле бегает, собирает им наркоту или бабки и отвозит туда им и кидает им за периметр. Я не знаю, как они это передают. То есть, он занимался вот такой хуйней. Я, как бы, спрашивал, для чего ты это делаешь? Он говорит, ну, что мы пацаки уважали старшие, когда придут, там, понимаешь, они же будут, там, уважать. То есть, понимаешь, ну, это пиздец. Или он говорит, что, типа, меня, когда закроют, типа, меня там будут уважать. То есть, я к чему? Каждый впускает в свою жизнь что-то, и он это потом в конце получает. Он занимался этой хуйнейой, он там общался с зончиками. Ну, как бы, и по факту, что получилось, ребят? Вот он сейчас сидит, его закрыли, блядь. Можно я по-моему, друзей скажу, да? Да. Я, как бы, проходил у Вовы индивидуалку. Никого не секрет. Я прошел ее, и моя жизнь поменялась кардинально. Ну, Никитус, только давай без пафоса какого-нибудь. Вот, что сказать. Когда я пришел в компанию обратно к друзьям, это прошло три дня буквально, и я просто не смог там остаться. Потому что поменялись цели сразу, поменялось все. Я спрашиваю у человека, что за цель он не знает. Я бы так сделал у себя компанию. Я, как бы, вообще не смог там оставаться. Вообще. Сейчас, как бы, я общаюсь с другими, и все. Как бы, ваша жизнь будет меняться. Все люди будут уходить и уходить. Нет, понимаешь, а кто-то не хочет, вот сейчас все комфортно, понимаешь. Из-за вам комфорта выходить. Да, у тебя есть друзья. А людям страшно подумать, что как так, у меня будут другие друзья. Вот, и как бы... У меня сейчас осталось, на самом деле, только один лучший друг, да, единственный. Ну, и, как бы, много таких, как бы, хороших приятелей, как бы, я бы их так назвал. Я просто стараюсь очень громкие слова, типа, там, я тебя люблю, там, или что-то не использовать. У меня вообще было два друга. И один, как бы, ну... Короче, один чувак начал курить дурь, хотя у него есть жена и ребенок. Вот, и... Ну, конечно, блядь, Леха, ты это видео никогда не увидишь, да, но, блядь, короче, ты дурак, на самом деле. Потому что я, ну, как бы, я хорошо общаюсь, там, с твоей женой, да, то есть, ну, как бы, увидимся. Иногда, там, я звоню, спрашиваю, как у тебя дела, блядь. То есть, у чувака ребенок, у чувака жена, единственное, что он там, такой простой сельский парень. Куда ехать-то, блядь, поехать туда. Вот. И, короче, то есть, он начал, у него там друзья такие же, обмороки какие-то, то есть, ну, он хотя бы старается. Он все время пытался придумать, как ему заработать, там, какие-то, что-то продать, что-то там перепродать. То есть, там, там он подрабатывал, сям он подрабатывал, там, машиномонтажки еще где-то. Но у тебя ребенок, у тебя семья, у тебя жена, то есть, ну, должен быть стимул, блядь, хотя бы для них жить. А его вот эти дружки подсадили на какую-то хуйню, там, какой-то спайс, даже вот не трава, да, а какую-то вообще дрянь вот эту дешевую, химическую, из которой люди дохнут, блядь. Ну, и такой прикол, что, так, куда нам, блядь, вот, и такой прикол, что, как бы, ну, я ему сколько раз говорил, Леха хорош, Леха хорош. Я как-то к нему один раз приехал, да, он с утра уже обшебленный вот этим говном, хотя парень вот такой, мировой парень просто, блядь. И я развернулся, уехал, я говорю, я не хочу больше это самое, ну, как бы, Леха, вот видеть тебя таким, да, я тебя вижу раз в месяц из Москвы, прилетаю к тебе, блядь, а ты вот так вот, ну, в таком состоянии. И, короче, так получилось, что его жена рассказала его родителям, ну, потому что они, как бы, могут на него повлиять. В итоге, короче, я уехал, он месяц не звонит, знаешь, я думаю, ну, хуй знает, стыдно или что-то. Потом я его сам набираю, говорю, Лех, ну, это, как бы, ты что там пропал-то? А он мне начинает высказывать претензии, что я рассказал его родителям, я его, типа, предал, да, ну, вот такая хуйня. Там что-то мама расстроилась, ей плохо стало, смотри, какой вид прикольный, да? Мама расстроилась там, что-то, ну, в общем, он меня обвинил во всех грехах, что я его предал, а я хотел просто, чтобы я, ну, как бы, ему стало легче, чтобы он этой хернёй перестал заниматься. То есть человек сделал свой выбор. И, как бы, я вот потом ещё долгое время, я просто смотрю, больше года прошло, как мы не общаемся с Лёшей, то есть долгое время была такая хрень, что, блядь, что хотел сказать-то? Ну, я ездил мимо, когда проезжал там, всё время думал, блядь, вот бы вернуть, как бы, я хотел помириться, я на него ни зло, ни зол, ни обижен вообще, да, то есть, но, блядь, как бы, и когда последний раз вот я там его жене что-то там звонил, я говорю, ну, что там Лёха-то? Она говорит, он говорит, это у нас всё временное, то есть, понимаешь, блядь, а всё, я сейчас понимаю, что вот прошло какое-то время, и у меня что-то щёлкнуло внутри, и я уже понимаю, что мне даже неохота с ним мириться, ну, то есть, всё. Как бы были какие-то дружеские чувства, что это был мой самый лучший друг, так на меня их было двое, вот так у меня вот остался только один самый лучший друг. Поэтому, ребята, это, блядь, ну, выбор каждого. Вот, такая вот хрень. Сейчас мы возвращаемся на привычный маршрут, и люди скажут, ебать, опять кругами ездят. Что, надо, наверное, вырубать или что? Так мы и будем сидеть хуйню всякую, как говорите. Если не сюда бать, то можем вырубать. Можем вырубить, просто если какая-нибудь девка будет сейчас там на машине, мы можем, не знаю, снять подход, какое-то знакомство. Ну, вообще, мы завтра должны вот этим поснимать вот этот прикол про пикапера, да. А сейчас вы её вырубаете? Я не люблю, ну, сейчас, погоди, не люблю снимать какие-то пранки, да. То есть, я считаю, что пранкерам надо заниматься пранками, а не хуйней. А то сейчас каждый второй пранкер стал каким-то пикап-тренером, да, ещё интересным. А вообще бабки-то несут, ребята, блядь. У вас тренинги стоят по 5 тысяч рублей. Чему вы можете научить людей? Хватать тёлку за жопу, если у вас хватает на это яиц, и стать каким-то хорошим соблазнителем, да. То есть, это вещи настолько далёкие друг от друга, что просто вот, ну, несовместимо. Здесь много ума не надо. А потом люди идут вот на эти говнотренинги, да, к людям, которые сами ни одного тренинга не прошли в жизни. И говорят, что это всё говно, это не работает. Ребята, ну, что вы хотели? Если вы пойдёте к стоматологу и скажете, он скажет, слушай, я тебе за 5 тысяч рублей вставлю гвозди вместо зубов саморезов, кручу, нормально же, что-то жевать будешь. Потом не жалуйтесь, что, блядь, саморезы как-то не очень вписались в ваш рот. Потому что нормальные, там, ну, стоматологи стоят до хера, да, или любой другой пример, ребят. Почему, когда вы хотите нормальный таз, вы, блин, покупаете иномарку, а не, прости господи, там, автомобиль, жигули, блядь. Потому что, вам вот здесь же, кстати, это сидели, сфера, что-то, блядь. Что, кто-нибудь, что-нибудь добавит или что? Нет, про пранкеры красиво, я сказал, много, реально, просто много. Сейчас их очень много стало, сейчас каждый второй пранкер стал, блядь, этим. Пранк в том, что, конечно, сам правильно говоришь, они реально ничего не прошли, они уже начат учить. Хорошо, он умеет сам, но он не может... Да что он умеет, чувак, блядь, он умеет хватать, блядь, каких-то каблушниц за жопу на улице, блядь. Ты вот этого любого из них просто приведи в Соха Румс, не знаю, блядь, в Дюран Бар, еще куда-то. Да они обосрутся там на входе, чувак. Во-первых, туда просто не пустят, во-вторых, они просто обосрутся. Они увидят телок, блядь, которых они видели только по телевизору. И если даже кому-то из них по пьяни хватит ума, блядь, схватить кого-то из этих телок за жопу, им будет пиздец, их просто пристрелят и завтра, блядь, найдут закопанными, вон, не знаю, в Балашихе, блядь. Поэтому, чувак, ну это вот реально детский сад. И, ребят, когда вы приходите и говорите мне, что я вот учился у этих чуваков, был на бесплатном семинаре, мне там сказали, делай то-то, ребят, не приходите с такой хуйней ко мне. У меня дорого, блядь, и всегда будет дорого, и было дорого, и после Нового года будет еще дороже. Поэтому не удивляйтесь, в стране кризис, да, там все подорожало, мне тоже надо как-то жить. Есть навыки, за которые можно заплатить очень большие деньги. Если вы знаете, кто такой Андрей Парабеллум, то час индивидуальной консультации с ним стоит 200 тысяч рублей. Это один из самых крутых инфобизнесменов вообще в России. Есть люди, которые платят, вы можете, заплатив ему эти 200 тысяч рублей, за час получить от него такую информацию, которая за год ваш бизнес, то есть, ну, через какое-то время, да, приведет к каким-то нереальным высотам. Потому что этот чувак того стоит. Юр, ты что-то хотел сказать. Да, причем ты сам, ну, короче, мы сегодня ходили на тренинг, то есть, допустим, Вован сам платил. Я вообще не думал, блядь, когда Юра сказал, я говорю, сколько стоит, Юра говорит, там, столько-то, я говорю, блядь, легко, пойдем. Извини, Юра, я опять это, блядь. Да, ты готов платить за информацию, которую, в принципе, же потом будешь вставлять в своих же тренингах, то есть, как в мотивационной форме, то есть, там. Да, потому что этот чувак по бизнесу, но он рассказывал очень много мотивационных штук, да, и, как бы, я потом у него что-то возьму, вам что-то передам, то есть, я же должен развиваться, блядь. Ты не просто, как бы, там, там, за что-то, там, берешь деньги, то есть, ты берешь их за свои знания, которые ты, в принципе, тоже купил, то есть, ты тоже их покупал, да. Причем, какие-то я платил деньгами, а какие-то меня просто жизнь загибала раком, блядь, и, как бы, я именно был в этих ситуациях, мне надо было как-то это разруливать. Поэтому, ребят, опять же, ну, я не собираюсь всю жизнь бегать за телками по торговым центрам, я знаю, что я хочу, я буду тренером личностного роста, и, как бы, амбиций дофига, поэтому хочу стать одним из первых, либо тренером номер один. У меня есть какие-то сроки, когда это будет, и после Нового года мы будем запускать какие-то тренинги уже по личностному росту, то есть, сейчас мы над этим работаем. Вот, и поэтому, нет, пикап это как составляющая, то есть, это штука, без которой никуда. То есть, там будут цели, какое-то преодоление себя, как выбраться из отчаяния, из нищеты, я не буду учить бизнесу или какой-то еще хуйня там, ну, потому что я сам этого делать не умею, блядь. Из меня бизнесмен, как вот кошка из вот этой, блядь, я не знаю, уборочной машины. Ну, то, что ты, грубо говоря, сам прошел, да, то есть, в чем поварился, то есть, за что можешь взять ответственность, как бы, за свои слова, то есть. Да, а что ты, блядь, ну, да, вдруг, надеюсь, сейчас едет этот, я не знаю, патриарх там, или кто там, не знаю, папа, как сегодня на тренинге, да, папа, блин, и потом нас за это окстят. Не, я надеюсь, такого нет, и там тачки, как бы, номера не сидят, ну, тут тачки и тачки, что, если они в регистратор мне попадутся. Вот, а насчет, кстати, вот я все хочу, какое-то обращение снять, я не знаю, как бы, это, наверное, палево, да. Но вы новогодние, как у папы, блядь. Да нет, про культурную политику, то, что я не очень, как бы, вот этим доволен, потому что, ну, особенно в условиях кризиса. Про что, про культурную политику? Да, вот сейчас хотел поумничать, но это слишком серьезная тема, то есть, ну, как, я не знаю, меня за это, как бы, не накажут, а за что меня накажут, то есть, у меня есть какое-то мнение, смотри, что у нас в стране, ребят, ну, пустите, что вы, блядь, мужик с бровями. У нас в стране, как бы, мне кажется, нужно проводить, как бы, уделять больше внимания какой-то культурный, можно? Спасибо огромное. Можно, нужно уделять больше, да, ну, вот это реалии жизни, ребят, то есть, потому что на Волге я какой-то хуй обиженный жизнью, блядь, потому что он на Волге, только к номера не снимаем уже. То есть, я считаю, надо проводить какую-то культурную политику, вот, особенно в условиях кризиса, когда вот все херово, да, по идее, надо наоборот, вот, как бы, вот этот, какой-то русский дух поднимать, традиции, культуру, вот это, у нас, блядь, все вывески в Москве на английском языке, почему, я не понимаю, может, я вообще не знаю, что там написано. Маркетинг. У нас по телеку что показывают, понимаешь, это же, ну, должно показываться в СМИ и везде, то есть, почему мне в 10 утра показывают какие-то криминальные новости, где кто-то кого-то ебнуло, если мой ребенок не пойдет в школу, заболеет, там, допустим, включит телевизор, ну, потому что он сидит дома один, и он увидит, блядь, как там кто-то кого-то ебашит, не знаю, там еще какую-то чернуху, то есть, почему СМИ же должны вот как-то что-то хорошее давать людям. Допустим, я просто хотел бы, чтобы у нас вот кто-то в стране этим занимался, и это очень круто, если там, ну, возможно, у Владимира Владимировича нет на это времени, но есть же какие-то люди, которые, наверное, должны за это отвечать, там еще, как бы, такой прикол, что сейчас, что, почему мне показывать каких-то полуголых шлюх, блядь, почему, то есть, у нас, понимаешь, если ты сейчас подойдешь к телке и скажешь, что я работаю на стройке, она скажет, да, чувак, давай, удачного дня тебе, пока. Почему, то есть, всем модно стать бизнесменом, можно быть звездой, почему мне не показывают инженера, блядь, Васю у какого-нибудь там, Пупкина, который живет в Челябинске, вот почему мне с утра не показывают, вот как живет Вася Пупкин, его семью, как он пиздато вытачивает свои гайки, там, то есть, он молодец, он передает производство, как раньше было в Советском Союзе. То есть, раньше было пиздато, если ты работаешь, если ты комбайнер, если ты служил в армии, если ты то-то, если то-то, а сейчас, понимаешь, если ты нигер, опять же, это нарицательно, это не связано с каким-то контекстом национальным, там, если ты, типа, нигер с пистолетом, там, не знаю, если ты шлюха в полуголых с большими сиськами, это круто, там, если ты, не знаю, работяга, то ты чмо, блядь, вот это мне не нравится, вот то, что вот у нас, то есть, это же надо людям внушать, что, ребят, наоборот, надо там работать, надо то, надо сё, у нас сейчас, блядь, каждый второй хочет быть бизнесменом, думаю, что бизнесмен это вот так вот, блядь, взял, это называется подмена ценностей, да, взял китайские цапки, блядь, купил там, продал там, я бизнесмен, да ты говно, блядь, потому что, ну, вот, как бы, получается, зачем учиться пять лет в институте, да, если я могу пройти, там, какой-то, не знаю, там, там, курс какого-то левого тренера, да, по бизнесу, купить китайские цапки, там, продать их тут, блядь, не знаю, и, вот, и быть бизнесменом, а кто потом будет лечить, лечить, там, не знаю, учителя, кто будет, то есть, ну, как это так, да, это же прикол, ребята, что-то меня понесло, блядь, я только хотел сказать, ну, надо же, серьезные темы затрагивать, потому что нас нормальные парни смотрят, помимо пиздюков, которые пишут всякую хуйню вконтакте, вам привет, школьники, блядь, вот, помимо нас смотрят нормальные ребята, блядь, вот, ну, как бы, мы тоже такие темы затрагиваем, все, Юр, извини, я опять это Я в продолжении, что мы сегодня действительно, как бы, вот, помимо пикапа еще, как бы, прокачались, там, ну, тоже умных людей, то есть, получили, там, какие-то, там, навыки о финансах, там, о каких-то, там, ну, вот, крупных суммах, то есть, о бизнесе, то есть, поэтому сейчас, почему из тебя это прет, потому что ты получил, и тебе хочется поделиться, то есть, действительно, потому что информация полезная, и, ну, был смысл за нее заплатить деньги, потому что ты реально кайфанул, как бы, и сейчас хочешь вот... Да, я все, я все это время, даже когда я переписывался параллельно с телками, я слушал его, то есть, это же, ну, как бы, это реально редкий чувак, который будет вещать с 10 утра до 16 вечера, ну, с маленьким полчасовым обедом, которого ты сидишь и слушаешь, да, даже когда я зевал, потому что физиологически хочешь спать, но я слушал, мне было каждое слово интересно, это реально редкий чувак, потому что ты на каком-нибудь, там, долбанном семинаре другого мужика, я бы уже давно уснул просто, забил бы на это То есть, надо выбирать, действительно, какие-то вот вещи, допустим, у меня, ну, в жизни на данный момент интересует это пикапы, это деньги, там, допустим, ну, вот, если вот так вот вообще уже брать, там, и пикапы, и деньги Ну, а что, нет, нормальное для пацана, нормальное желание Я хочу зарабатывать и хочу, как бы, жарить девок, то есть, вот, как бы, ну, вот, две таких главных составляющих, то есть, я поэтому посещаю, как и пикап-тренинги, так и финансовые тренинги, то есть, соответственно, благодаря чему я начал подходить к девкам, то есть, ну, и еще стал лучше, как бы, зарабатывать Ну, вот, по крайней мере, совершенствуйтесь там, где вам нравится, то есть, иногда, может быть, там, знаешь, что-то учится, там, на слесарей, там, или что-то еще, то есть, как бы, начинайте, ну, листать вот те темы, в которых бы вы хотели совершенствовать, то есть, помаленьку, потихонечку, то есть, что-то там Вы хотите стать, ну, как бы, это же нормально, если вы там какой-нибудь крутой автомеханик, понимаете, то есть, как бы, если вы парень с руками и с головой, вы все равно бабки свои заработаете Там, если, когда начинаете говорить, что там, ну, трудом богат не будешь, есть такая хрень, там, на стройке работаешь, все умеешь делать, но, типа, денег нет Ну, тогда надо еще голову включить, подумать, как там, не знаю, аутсорсить что-то, как нанять каких-то чуваков, которые будут работать, а ты будешь брать ответственность, да, ходить и подправлять что-то такое Это тут элементарно, просто хотя бы книжки нужно образовательно читать, да, либо смотреть какой-то контент бесплатный для начала, да, то вот как И просто, да, если вы хотите чему-то научиться, вы идете к человеку, который уже, ну, в этой сфере, там, как-то прокачан, то есть, допустим, я не пожалею, там, денег на тренинг какого-нибудь, там, Гондопаса или вот этого вот сегодняшнего Да, Дмитрия Потапенко, там, или еще кого-то, то есть, я был на семинаре, там, маркетолога Анатолия Дуракова, то есть, очень крутой чувак, там, еще какие-то семинары, ну, из недавних То есть, ну, если их знаний мне могут помочь, я обязательно туда хожу И ни в каком институте, правильно он говорит, да, что вот такого вам не расскажут То есть, он же какую-то схему сидишь, завал, я не буду говорить, это супер-мега-схема, блин, такая черная Да, кстати, вот там был подарок для, ну, предпринимателей, которые там занимаются урожками, то есть, которые нигде ничего не расскажут, то есть, да, тебе А там человек прям реально такую, ну, очень интересную такую схему, короче, прям начертил, то есть, как можно там, ну, вот, допустим Выкручиваться из трудных ситуаций, так скажем, то есть, ну, вот, когда тебя... Да, ни в одном институте такому не научат, потому что у него есть опыт, он через это прошел Короче, поделился своей маленькой хитростью, так сказать, то есть, и ты это нигде не получишь, то есть, а тут заплатив какие-то небольшие деньги И потом из-за того, что больше этим пользоваться, сэкономишь там, ну, на многом, то есть... А вот здесь, короче, был в десятом году финал конкурса Пикапру, вот здесь стоял лимузин А я, да, была осень, я вот здесь вот, блядь, бегал, вот тут этаж, короче, был бегал, искал телок, надо было телок натолпить туда, да И у меня 10 минут до конца телок не было, ну, как бы, я назнакомился, ну, я вам это рассказал, одна говорит, что, типа, я тебя сама наберу, у меня сейчас встреча закончится А другая что-то думала, я уже был в отчаянии, думал, что неужели я никого не приведу, и они в последний момент просто вызваниваются обе эти девки, блин, и я привожу двух Причем одна была настолько прикольная, что все тренеры потом гонялись сзади по клубу и хотели ей присунуть А там кто-то вообще ни одной не привел, блин, и я понимаю, это реально стрёмно, там уже вопрос был принципа То есть было такое, что я вот тут стоял, вот тут вот едет туда движение И телка сидит в ТТ, я просто вот так через дорогу перехожу, опуская окно, говорит, слушай, можешь там остановиться, а ей под стрелку Она говорит, нет, не могу мне туда, типа, в другую сторону поворачивать Я уже, знаешь, предпринимал какие-то супер отчаянные попытки Так, вот здесь у нас недалеко Барбадос, в который мы раньше ходили, и это для нас было крутое место, а потом, ну, стало чем-то таким обычным, стрёмным И сейчас вот, это то же самое, что сейчас, когда я приезжаю в Самару, я могу ногами открывать двери в любые клубы, которые, когда я жил там, казались мне настолько нереально, там, дорогими, пафосными Да, и ты сейчас туда приезжаешь и понимаешь, там просто нет ни одной тёлки, к которой хочется подойти То есть их вроде много, но вот, знаешь, они настолько какие-то некачественные, что такое ощущение, что все красивые уже давно разъехались Я вот хожу, думаю, а хоть одна есть вообще вот интересная, реально вообще другой уровень людей Я не знаю, почему так, как бы, какие-то с непрокрашенными корнями, там, не знаю, знаешь, белая башка и чёрные корни, ну, как так-то, блядь Она мне будет говорить, что надо деньги, чтобы с собой ухаживать Ну, по-моему, это элементарно, ну, не знаю, башку покрасить, там, каждая женщина может себе заработать Такая вот фигня Ладно, короче, смотрите, ребят, ещё раз, кто дотерпел до конца, не знаю, будем мы чё-то вырезать или нет, Тима Ну, Серёге, а отошлёшь, он там чё-то сделает Вот, значит, кто дотерпел до конца этого видео, ребят, ещё раз вам напоминаю про свой инстаграм, в котором будет очень много фоток И моих, и ваших, и нашей команды, и подписывайтесь, ссылка под этим видео Плюс вы можете свои фотки своих соблазнённых девушек, каких-то так, наверное, направо, да, выкладывать Вот, и напоминаю, что 12 декабря состоится групповой тренинг, заключительный, последний в этом году Мы всей командой будем присутствовать, я буду вести полностью Все наши саппорты, все наши тренера, это будет офигенская тусовка И мы порвём Москву за эту неделю в клочья Вот, увидимся Чё скажете, ребят? На связи! Пока! Пока! Пока-пока!